Здравствуйте! В эфире программа репортера, я и ведущий Алексей Коноплёв. Непростой выдалась эта первая полноценная рабочая неделя после новогодних праздников. Сегодня вновь в криминальные новости стали известны новые подробности зверского убийства самарского школьника. Он задел зеркало у иномарки и за это поплатился жизнью. Арестованному по подозрению в избиении самарского школьника предъявили обвинение по 111 статье УК РФ. Это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Умер 11-ти классник, которого двое взрослых мужчин до смерти забили на улице и бросили умирать в сугробе за то, что он, проходя мимо их машины, нечаянно задел боковое зеркало рукой. Репортер встретился со свидетелями этой драмы. Все подробности в следующем сюжете. С этими мальчишками футбол мог играть и Марат Бакиров, но после новогодних каникул 11-ти классник больше не сел за школьную парту. О трагедии его друзья узнали рано утром 1 января и всю следующую неделю они ежедневно дежурили в больнице и молились за спасение его жизни. Но в канун Рождества Марата не стало. Парень был очень веселый, жизнерадостный. Знаете, таких редко найдешь где. Он вот каждой маме своей жизни ценить мог. Вот такой, знаешь, вот все плохо, а он сдержался. Все произошло на этом перекрестке. Марат с одноклассником Сашей шли по тротуару. Парни случайно задели зеркало припаркованной Шкоды. Из автомобиля тут же выскочили двое и начали жестоко избивать школьников. Ребята попытались убежать, но водитель с приятелем догнали мальчишек и продолжали их бить. Когда Марат потерял сознание, автомобилисты скрылись. Каждый день, все каждый день приходили, каждый день звонили, каждый день связывались с тетей, весь класс, все были на нервах, все звонили. Вот были ребята, которые ходили к ним в больницу с утра. Ну, это стандартно. Саша просыпался, умывался, шел в больницу. А кровавленного Марата сразу положили на операционный стол и сделали сложнейшую операцию. Трепанация черепа. Школьник впал в кому. Его сердце перестало биться спустя шесть дней. Одноклассники в ужасе расскажут репортеру. За несколько дней до Нового года Бакиров поставил статус на своей странице в социальных сетях. Похоронят, не плачьте, как будто предвидел. Всегда был очень жизнерадостным, всегда был очень веселый, непоседа. Всегда до всего ему было дело. То есть вот такой мальчишка. Иногда был шумный. Ну, как все мальчишки обычно, как все обычные ребята. По делу оперативники задержали 28-летнего жителя одной из республик России. Мужчина частично признал, что была драка, но отрицает, что нанес Марату тяжкие телесные повреждения. Его товарищ проходит в деле пока как свидетель. Но если будет доказано, что в том числе и по его вине школьник получил травмы, уголовное дело возбудят против двоих. Несмотря на то, что погиб ребенок, статью до сих пор не переквалифицировали на убийство. В настоящее время обвиняемый задержан. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражей. Проводятся следственные действия и оперативные рискные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Единственный очевидец расправы, Саша, до сих пор не может прийти в себя. Мальчик практически не общается с одноклассниками. Возможно, ему понадобится помощь психолога. Неизвестно, как теперь сложится судьба 17-летнего парня, на глазах которого зверски забили насмерть лучшего друга. На сегодня у меня все. Берегите себя. Встретимся в понедельник. В итоговой программе я расскажу вам то, что мы не успели показать вам на этой неделе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова